Места заборопроб не случайны. Главное сейчас оперативно взять на экспертизу речную воду на приличном расстоянии от водозаборов Корченкино. Первая остановка – переезд в районе Нововятска. Происходит забор образцов, как правило, у берега. Как говорят специалисты, если в вятку и попало отравляющее вещество, то обнаружить здесь его проще. Далее по курсу устье реки Волошки. Все дальше от Кирова и все ближе к возможному месту загрязнения реки. Сейчас на реке каких-то подозрительных пятен нет, отмечают специалисты. Правда, то, что ищут экологи, а предмет их исследований – аммонийный азот – на глаз, что называется, не определишь. Нужна экспертиза. Главное – успеть своевременно. От этих мест до водозабора считанные километры по реке. Для того, чтобы была возможность у местной власти, у коммунальных систем принять адекватные меры реагирования, вовремя оповестить кировчан, мобилизовать технику, скором подвоз воды, если мало ли такая ситуация случится. Мы должны вовремя выявить источник, куда азотомонийный пойдет, для того, чтобы дать коммунальным системам и городу порядка 16-20 часов. А вот и основная цель поездки. Район Кирова-Чепецка – последний забор проб. Проба номер 4. Деревня Сумцова. Выход из озер Простное. По данным экологов, если и произошла утечка аммонийного азота, то здесь, в районе, нескольких пойменных озер по соседству. При затоплении пойменной части озеро Простное соединяется с рекой Вятки, и из него оно является как бы соединяющим магистральным, соединяющим каналом магистральным, так можно назвать, по которому азот аммонийный может поступать, вот из тех накопителей, которые, скажем так сказать, нас и интересуют. Сейчас 4 пробы с образцами речной воды будут доставлены в лабораторию. Информация о том, превышена ли концентрация аммонийного азота в Вятке, будет известна уже через несколько часов. Дежурные лаборанты уже вызваны на свои рабочие места. В ближайшие дни забор проб на Вятке будет вестись в особом режиме. Экспертные лаборатории перейдут на круглосуточный режим работы. И если в воде предельная концентрация любого из отравляющих веществ будет превышена, Кировчане узнают об этом своевременно. Дмитрий Житарчук, Данил Кочкин, Бюро новостей Давича.